ДТП Датчный сезон начался не в июне, а с апреля поехали все любители загородного отдыха. Какая обстановка на трассе? Стало ли напряженнее или ничего не изменилось? На данный момент у нас на автодорогах Череповецкого района зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 8 человек погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести. Из всех зарегистрированных ДТП это 3 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате которых 1 ребенок, пассажир спортивного кроссового мотоцикла погибло в результате дорожно-транспортного происшествия, и также 2 детей. Обе девочки получили травмы различной степени тяжести, это 2 пассажира, пассажир автомобиля и также пассажир кроссового мотоцикла. С различными травмами они проходили лечение. Поэтому, что бы хотелось сказать, что, конечно, вне зависимости от времени года у нас регистрируются и происходят дорожно-транспортные происшествия. Конечно, это зависит от того, что люди нарушают правила дорожного движения, где-то невнимательны, и, соответственно, все это провоцирует дорожно-транспортное происшествие. Конечно, в летний период увеличивается плотность на движение по автодорогам, соответственно, потому что очень у многих летние отпуска, еще какие-то мероприятия, да, и люди все-таки больше стремятся куда-то съездить, выбирают ввиду, по своим обстоятельствам, выбирают транспорт личный для путешествий или для пересечения в какие-либо города. Да, ну и, соответственно, загруженность автомобиля тоже максимальная. То есть, допустим, если едет семья, то это в основном, да, допустим, двое взрослых, двое детей, возможно, где-то еще пожилые участники, да, пожилые пассажиры. Поэтому, соответственно, конечно, в летний период, так сказать, и возрастают и дорожно-транспортные происшествия, и тяжесть этих дорожно-транспортных происшествий, конечно же, в данный период возрастает. Вы сказали, причина, ну, опять же, нарушения, а виды нарушения меняются от сезона или все то же самое? Ну, в основном, в основном нет, изменений каких-либо нет, да. Основные нарушения правил дорожного движения, которые водители совершают, это, конечно же, любое дорожно-транспортное происшествие, это несоответствие скорости. То есть, либо водители превышают установленную скорость движения, соответственно, и уже не могут в какой-то экстремной ситуации совладать с транспортным средством, не могут прибегнуть к полной остановке транспортного средства без последствий, и, соответственно, происходит дорожно-транспортное происшествие. Либо наоборот, при каких-то ухудшениях погодных, да, выбирают неправильную скорость движения, либо, допустим, двигаются по автодороге, ну, допустим, да, грунтовая автодорога. Водитель выбирает максимальные скорости, такие же, как и, если он едет, допустим, по трассе, сцепление колес с грунтовой дорогой абсолютно уже идет другое. Соответственно, где-то на каком-то крутом повороте, либо даже в какую-то яму неровность он попадает, и, соответственно, он уже может совершить съезд, дороги, да, съезд скувет. И, соответственно, все-таки первая причина – это несоответствие скорости конкретным дорожным и метеорологическим условиям, ну, и, конечно, пренебрежение установленными знаками скорости. Потому что, в основном, да, водители не видят ничего страшного при превышении скоростного режима. Ну, думают, ну, я мастер, я справлюсь. Да, очень часто, очень часто думают, что они выигрывают где-то, превышая скоростной режим, в плане того, что я на пару минут, на пару секунд куда-то приеду быстрее, либо у них автомобиль позволяет, так сказать, прокатиться с ветерком, развеяться, да, то есть они от этого получают какое-либо наслаждение. Очень многие водители, вот, если с ними беседуешь, да, они вообще не понимают введение каких-либо, допустим, ограничений, да, почему здесь такой дорожный знак, здесь такой дорожный знак. Говорят, мы везде можем проехать 120, то есть, как бы, да, и более. Поэтому вот это неверное осуждение очень часто с самими же водителями играет в злую шутку. Потому что чем выше скорость, тем больше риск попасть в дорожно-транспортное происшествие, и тем больше и тяжесть последствий после дорожно-транспортного происшествия. Вот вы часто публикуете информацию о нарушителях скоростного режима, но там какие-то запредельные скорости показывают люди, вот как вы их вычисляете, и это жители нашего региона, или это так себе позволяют шалить на дороге гости? Ну, вообще, да, на территории Вологодской области действует система стоп-нарушитель, значит, водитель управляет транспортным средством с превышением установленной скорости движения на конкретном участке дороги, да, значит, попадает под прицелы приборов фото-видеофиксации, данные фиксируются и сразу же незамедлительно поступают в ОГИБДД, и, соответственно, там уже дежурная часть формирует, смотрит ближайшие районы, и, соответственно, оперативно передает информацию уже в дежурную часть районов, по которым, возможно, он проходит. Допустим, если он едет со стороны Санкт-Петербурга уже по территории Вологодской области, то это и в Устюжну передается информация, и нам, в Череповецкий район, и в Шекснинский, допустим, район. И, соответственно, незамедлительно наряды ориентируются, ориентируются с целью того, чтобы остановить данное транспортное средство, проверить водителя, провести с ним определенные беседы, узнать, по какой причине, возможно, водитель действительно в состоянии нетрезвым, либо, допустим, он превышает установленную скорость движения, потому что в какой-то момент времени, возможно, он там засыпал или еще что-то, да, какие-то внешние факторы на него действовали, чтобы водителя именно автомобиль остановить, уже провести беседу, предупредить, ну и, соответственно, потом уже, конечно же, на данное транспортное средство уже придет административный штраф уже по почте, да. Соответственно, такие факты у нас на территории ЧПСКО в районе очень часто фиксируются. Практически все автомобили, они останавливаются, даже, допустим, если автомобиль управляет без госномера, то есть сопутствующие нарушения правил дорожного движения точно так же составляются. Был у нас в том году такой прецедент, когда был остановлен автомобиль по ориентировке, стоп нарушите, и за рулем находились на передних сиденьях родители, папа с мамой, и на заднем сидении ребенок без автокресла родители находились в состоянии алкогольного опьянения, которое было установлено. Поэтому, конечно, эта система дает свои результаты, ну, а когда опрашивают, конечно, беседу с водителем, часто он говорит, что, ну, просто я всегда так езжу, там, я спешу. Когда проводишь мониторинг, часто ли нарушают, да, бывают такие, которые за месяц более 40 раз превысили установленную скорость движения, причем более даже чем на 60 км в час. В основном, конечно, это межгородовы водители, которые следуют по всему региону Российской Федерации. Ну, вот есть такой еще эффект, люди почему-то за городом расслабляются и как-то верят, что с ними ничего не случится. Вот как много нарушений непосредственно в самих населенных пунктах, как много пьяной там езды, может быть, иных видов нарушений. Ну, вообще, конечно, нарушения немножечко различные в населенных пунктах и за городом. Как, допустим, вот у нас, да, суждение такое, допустим, в Череповце многие ездят и говорят, я не буду пристегиваться, потому что скорость движения не такая высокая, и тут со мной ничего не случится, поэтому, в принципе, и говорят, да, на трассе я всегда применяю ремень безопасности, мои дети пристегнуты, хотя хотелось бы отметить, что у нас с начала года на автодорогах Череповецкого района пресечено более 2000 нарушений применения ремней безопасности именно водителями транспортных средств, более 400 пассажиров, которые не пристегнулись ремнем безопасности, и более 190 фактов нарушения правил перевозки детей, то есть когда взрослые не использовали ремни безопасные детские удерживающие устройства. И вот если говорить, опять же, о всплеске каких-то нарушений, всплеске дорожно-транспортных происшествий, так вот из этих 190 60 нарушений совершили водители в мае месяце. То есть, видимо, массово начали везде перевозить, на дачу ездить, выходные дни. И, соответственно, если, допустим, нет автокресла, если в зимний период они сидели дома и кое-как потихонечку, возможно, где-то ездили, и это не было выявлено и пресечено, то, соответственно, вот здесь такие цифры, это просто ужасает, получается, 60 детей были подвержены опасности, то есть, соответственно, да, мы сами знаем, какие последствия, когда взрослые, когда дети у нас не пристегнут ремнем безопасности. Что же касается населенных пунктов, то же самое. То есть, вот если, да, допустим, проводишь какие-то профилактические мероприятия или просто наряд приезжает в населенные пункты, то да, там, допустим, у нас не пристегают ремни безопасности, не используют, допустим, да, не включают какие-то свет фары, лампочки какие-то негорячие. Конечно, за все это предупреждают водителей, рекомендуют им устранить, да, но недостаток это все устраняется незамедлительно, да, водитель предупреждается, если такая мера возможна. Поэтому, а вот какие грубые нарушения, да, то есть это, опять же, это бич, лето, ежедневное сообщение в дежурную часть о том, что мотоциклисты мешают, шумят, ездят. Соответственно, мотоциклисты, это не только подростки, это и взрослые. Взрослые как с водительским удостоверением, так и без водительского удостоверения, также и состояние опьянения, то есть различные такие вот, да, факторы, да, они как бы в населенных пунктах уже больше встречаются. Ну вот вы в начале нашего эфира сказали о том, что было два ДТП с участием Мотокросса, и вообще, насколько часто родители доверяют технику, опасную технику своим детям, ну и, собственно, вот какие последствия? На самом деле, в последнее время, вот именно начиная с прошлого года, у нас стала возникать данная проблема. В этом году это, мне кажется, бич вообще. Смотришь новости региональные, госавтоинспекции там повсюду, то в одном районе дети погибли, разбились, то в одном... Вот тогда мы в Казани как раз катались на машине по городу. Да, то есть, и получается, если автомобиль, допустим, это точечные какие-то дорожно-транспортные происшествия, хотя тоже бывают, мотоциклов сейчас практически уже нет, и мопедов, потому что там четко определено необходимо водительское удостоверение, и родители еще не понимают, вдруг будет еще, да, и передача, допустим, транспортного средства, то есть, соответственно, это уже опять ответственность, это опять же папино водительское удостоверение под вопросом, да, становится, и поэтому родители, ну как, объясняя тем, что водительское удостоверение не требуется, сейчас стали поголовно своим детям в награждение за что-то, да, допустим, мне вот мальчик один в школе сказал, что я пошел 1 сентября в первый класс, мне папа в подарок купил кроссовый мотоцикл 250 кубических сантиметров, прекрасно просто, да, то есть, и они мотивируют тем, что не нужно водительское удостоверение, хотя они забывают, что оно по техническим характеристикам уже, да, начинает относиться к транспортному средству, естественно, нужно водительское удостоверение и соблюдение всех мер безопасности, то есть это и защита, и мотошлем, и если подобные водители, несовершеннолетние, на данный момент у нас выявляются, которые управляют спортивным инвентарем, да, то вся информация передается в ПДН, и то есть там уже идет работа ПДН, и выносится и штраф, если уже ребенку имеется 16 лет, если до 16 лет, то постановка на профилактический учет, привлечение родителей по статье 5.35, то есть здесь какие-то уловки, что это спортинвентарь, хорошо, если спортинвентарь, то им ребенок, ну и любой другой взрослый может управлять только на специальных площадках при проведении каких-то мероприятий, чтобы это была закрытая территория, не использовать для своих катаний именно участки автодорог, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения. Ну то есть родители вообще не понимают, что это транспортное средство, что вот такое поощрение, это не просто там машинку на пульте управления подарил, что ребенок будет управлять по дорогам, то есть вообще нет понимания. Более того, они не только не понимают, но и дав ребенку данное транспортное средство, то есть вот у нас был, проводила беседу тоже с мальчиком, 240 кубических сантиметров, объем двигателя, то есть это довольно-таки большой и мощный мотоцикл, который он сказал развивает скорость, наверное, 140 где-то, спидометра там нет, но мы по телефону замеряли, по приложению. Он сказал, что мальчику на данный момент 10 лет, значит, он сказал, что до этого у меня был менее мощный, но вот мне захотелось уже другой, то есть родители вручают детям данную игрушку опасную, но они даже минимальные какие-либо правила дорожного движения с определением хотя бы дороги, то есть где второстепенная, где главная, как ты должен выезжать, вот это они с детьми эти беседы не проводят, что говорить про мотоциклистов, то же самое и дети велосипедисты, родители покупают велосипеды, дети потом падают, с детьми происходят дорожно-транспортные происшествия, хотя мы помним, что детям до 14 лет кататься по дорогам общего пользования на велосипеде без сопровождения взрослых запрещено, и дорога, которая идет в деревне, в которой 5 домов, это тоже дорога, соответственно, и там ему запрещено, то есть если вы ему даете велосипед, то ребенок должен быть постоянно находиться под присмотром взрослого. А вот еще в населенных пунктах бывает, ездят на мотоблоках, вот каких-то, я не знаю, своих приспособлениях вообще так можно, или тоже вот, ну ничего такого, я по деревне проехал. Ну вот этот транспорт на самом деле, он очень влияет и на аварийность, и на все вот этими различными мотоблоками, очень часто водители управляют, да, люди, граждане, которые находятся в состоянии опьянения. Очень часто ведь мотоблок это что, люди либо приделывают самодельный какой-то прицеп, либо, допустим, покупают какой-то прицеп, присоединяют, соответственно, не оборудуют, не оборудуют его никакими световыми, световозвращающими элементами, соответственно, если, допустим, он едет в темное время суток, он будет очень опасен для других участников дорожного движения. Очень часто они едут не по обочине, а по самому элементу автодороги, где ездят, движутся транспортные средства, и может произойти столкновение. Но в том году у нас еще были и другие факты, когда именно при проведении сельхозработ, да, люди погибали, так как неправильно эксплуатировали данный транспорт, ну, данный, да, вот мотоблок, вот эту сельхозтехнику, вот, очень часто, ведь у нас бабушки, дедушки этим занимаются, один, допустим, дедушка пошел в поле и стал его пахать, что-то где-то штанину затянуло куда-то, соответственно, там же очень мощный, в любом случае двигатель мощнее, чем человек, и дедушка в силу своего возраста, да, они не могут уже справиться, и вместе с одеждой уже заматывает человека, и, соответственно, он погибает. В том году у нас, по-моему, три случая такие были на территории Черепевского района, поэтому тоже хотелось бы обратиться к детям, к другим взрослым, да, то есть если, допустим, ваши родители, родственники или детям вы доверяете, сейчас начнутся окучивать картошку, то же самое многие тоже это делают с использованием мотоблока, то есть всегда, чтобы это было под присмотром, всегда, чтобы в этом действии присутствовали двое человек. Упоминали вы сегодня пьяных водителей, давайте все-таки тоже вернемся к этой теме, и тем более сообщения поступают. Вообще, как много пьяных водителей задерживается? Ну и, собственно говоря, какое наказание предусмотрено? Может, кого-то это все-таки остановит? Ну, на сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции пресечено таких нарушений более 130 и 14 нарушений, когда данное правонарушение водители уже совершали повторно. Хотелось бы напомнить, что в России установлен определенный лимит, да, 0,16, значит, миллиграмм на литр алкоголя в выдыхаемом возрасте. В воздухе. В воздухе, да. Либо 0,3, это если в крови. Значит, соответственно, очень часто водители в последнее время, вот в летний период, опять же, увеличивается данное количество правонарушений. Очень много водителей, которые управляют транспортом с похмелья, так сказать, да, утром, какими-то проселочными дорогами, окольными путями пытаются вернуться в город, к месту своей работы. Соответственно, да, максимально у нас проводятся массовые различные проверки, да, различные специальные мероприятия проводятся для выявления и пресечения подобных управлений. О подобных фактах рекомендуем сообщать, в том числе и близким родственникам. Если ваши близкие поехали, вы знаете, что они управляют транспортом в состоянии опьянения, необходимо данную информацию передать. Ну, самый простой номер 112. Если вы долго не можете, допустим, да, связь установить, то тогда можно по телефону дежурной части. У нас конкретно это МВД России Череповецкий, 5704-35, 5704-62. Мария, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях была инспектор по пропаганде госавтоинспекции Череповецкого района Мария Пичугина. В студии работала Ольга Соловьева. До встречи.